В феврале 2017 года пенсии россиян будут проиндексированы. Средства на эти цели заложены в федеральном бюджете. На эти и другие вопросы Владимир Путин ответил в ходе ежегодной пресс-конференции. Российских и зарубежных журналистов интересовали вопросы развития внешней и внутренней экономики, борьбы с коррупцией, развития IT-технологий, взаимоотношения с Соединенными Штатами, Парижское соглашение по климату и многое другое. О том, как прошла пресс-конференция, рассказала наш корреспондент по телефону из Москвы сразу после завершения встречи с президентом. Пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в центре международной торговли. На мероприятии собралось рекордное число журналистов, около полутора тысяч человек, как федеральные, региональные, так и иностранные средства массовой информации. До начала пресс-конференции журналисты почти два часа общались друг с другом, брали интервью, чтобы понять, что больше всего волнует россиян. Дабы быть замеченными и увеличить свой шанс задать вопросы Владимиру Путину, каждый участник пресс-конференции подготовил разнообразные плакаты, такие как инвестиции для России, одаренные дети, евразийское и жирское общество, удар в спину, поехали дети, космос и даже чувства. Первый вопрос президенту поступил от журналиста радио «Маяк». Он спрашивал, в каком состоянии в настоящий момент находится российская экономика. Президент подвел краткие итоги уходящего года, они еще не окончательные, цифры будут подбиваться. Но президент отметил те проблемы, которые нужно решать. Нужно обеспечить рост экономики, поднимать доходы населения, которые в настоящий момент реально упали. И это ведет к снижению потребительского спроса. Но здесь есть положительные тренды. За последний месяц наблюдается рост заработных плат в реальном секторе экономики. Традиционными были вопросы об исполнении майских указов президента, дефиците бюджета и инфляции. Путин заявил, инфляция в 2016 году составит 5,5%. Он подчеркнул, что это рекордно низкий уровень. Дефицит бюджета в прошлом году был 2,6%. В этом году показатель составит 3,7%. Как отметил глава государства, это абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому, что сохраняется положительный баланс внешней торговли. Вопрос, который был интересен всем нефтедобывающим регионам, о ценах на нефть озвучил представитель РИА Новости. Глава государства подчеркнул, при формировании бюджета Россия будет исходить из консервативных показателей в 40 долларов за баррель. По его словам, экономика страны уже приспособилась к таким ценам, при этом он считает, во второй половине 2017 года излишки нефти на рынке уйдут. Что касается продажи пакета акций Роснефти, Владимир Путин сказал, эти меры улучшают структуру экономики и привлекают новых собственников на российский рынок. Это швейцарская компания Глинкор и государственный фонд Катара. Перечислили ли деньги иностранцы за приобретенные 19,5% пакета Роснефти? Деньги перечислены в бюджет Российской Федерации в полном объеме. Уже перечислены. Иностранцы, конечно, за Башнефть, Роснефть сама заплатила, там, 300 с лишним миллиардов. А иностранцы уже перечислили свою часть, 700 с лишним миллиардов. В общем и целом, бюджет получил от продажи Башнефти и 19,5% Роснефти получил триллион сто миллиардов примерно. Продолжение следует... Продолжение следует...